Всем большой привет! Всем здравствуйте! Спасибо большое, что зашли на это видео! Итак, ребята, перед вами очередной мой пакет, в котором я храню свои закончившиеся банки, ухода и прочие вещи. В общем-то, давайте сейчас начнем. Тут немного вещей, но не хочу, наверное, собирать его полным, так как видео может действительно быть долгим и, возможно, скучным. Буду все показывать и рассказывать то, что я вообще думаю про средства, которые закончились у меня за эти, наверное, каких-то пару месяцев. Я решила немножко пакетик подвинуть и буду оттуда доставать, показывать, что у меня есть там. Кстати, если вам не сложно, напишите, пожалуйста, какой будет формат вам интереснее смотреть, когда я присутствую в кадре и показываю вам вблизи продукт, или такой формат, где просто участвуют мои руки, тоже вполне для вас приемлем. Ладно, давайте начнем. Я знаю, тут у меня два средства. Вот это две незаменимые вещи в моей коллекции, две мои любимые вообще смывки для макияжа. Это два мицеллярных геля от Garnier. Эта вещь находка в моем арсенале. Я без нее не вижу вообще ни один день в плане того, чтобы смывать косметику. Очень люблю этот продукт. Требуется буквально одно-два нажатия на все лицо. Он прекрасно смывает как водостойкие продукты, так и тушь, и подводки, и карандаши. Конечно же, приходится дорабатывать иногда двухфазной смывкой. Но вот этой вещи я всегда пытаюсь найти замену. И, честно говоря, пока у меня это не очень получилось. Если вы также не любите тереть свое лицо и любите умываться, скажем так, водой со средством, которое максимально все вымывает, то я абсолютно точно рекомендую. В месяц, мне кажется, у меня по одной банке спокойно уходит. Так, следующая вещь, которую я вам покажу, это будет вот такой вот серум для волос. Это какая-то, мне кажется, новая линейка Керастаз. Называется Blonde Absolute с цикоплазмой и гиалуроновой кислотой. В общем, очень мне понравилось это средство, несмотря на то, что я воспользовалась только миниатюркой. Безумно понравился эффект. Классно вообще поддерживает мой светлый блонд, мои светлые волосы. Очень хорошо распределился, не утяжелял. Подчеркнул мои эмилированные пряди. И, в общем-то, я рассматриваю вообще возможность купить его снова, так как продукт действительно мне показался очень достойным. Мне кажется, это какая-то все-таки новинка и создана именно для блондинок, чтобы поддерживать вот этот вот холодный блонд и нейтрализовать желтизну. Далее я хочу показать вам вот такое вот средство. Это у меня гель-праймер. Это праймер для того нашумевшего устройства с микротоками. Купила его себе как-то на скидках на Cult Beauty. И вот теперь у меня есть закончившаяся баночка этого праймера с гиалуроновой кислотой, который вы можете оставить на лице, но он достаточно быстро впитывается. Используется он вместе с устройством New Face, которое достаточно популярно на YouTube. Устройство с микротоками. В общем, у меня есть мини-версия этого устройства. Я им пользуюсь. Я не показывала его, честно говоря, нигде. Я как бы не делаю никакую рекламу. Но использовала полностью вот этот вот мини-праймер и уже купила себе новый. Хотя я читала, что в принципе любой гель алоэ тоже проводит эти микротоки. Но я решила уже не мудрить и купить все-таки оригинальный праймер для моего New Face. Так что вот показываю вам миниатюрку. У меня она ушла достаточно быстро, буквально за месяц использования. Далее я хочу показать. Уже, наверное, не очень красиво выглядят вот эти все вещи. У меня вообще в этом пакете будет очень много продуктов Bath & Body Works. Это теперь полюбившийся мною бренд. Вы видите, что я даже разрезала вообще упаковку, насколько мне это нравится. Итак, это все будут лимитки какие-то рождественские. Конкретно вот это Frosted Coconut Snowball. Очень хороший крем для тела. Идеально подходит на зиму. Прекрасное увлажнение, питание. Аромат шикарный. Вообще такой кокос. Рождественский кокос. Очень навевает моменты новогодние. И мне безумно нравятся эти вещи. Вот конкретно вот эти крема в таких больших тюбиках я рекомендую на зиму. И покажу еще лосьоны, которые гораздо быстрее впитываются в кожу. И не дают такого максимального увлажнения. Но они идеальны, мне кажется, для лета. Так что вот это первое средство. Далее я решила покопаться и достать вам еще два. Показать вот то, о чем я говорю. Тоже линейка рождественская от Bath & Body Works. Snowist Citrus Swirl и Vanilla Bean Noel. Это два лосьона для тела. Они просто универсальны и идеальны для того, чтобы быстро намазаться и пропитать кожу после душа. Максимально быстро впитываются. У них приятный аромат, который сохраняется достаточно долго. Даже на одежде иногда вы можете и на подушке его ощущать. Мне очень нравится, как пахнут эти средства. Идеальное вообще увлажнение. Идеально быстро работают для меня. Гораздо больше люблю вот эти Bath & Body Works вещи, чем The Body Shop. Почему-то для меня они работают гораздо лучше. И несмотря, конечно же, на цену, я стараюсь брать максимально эти вещи по акции. С уверенностью их могла рекомендовать. Мне безумно нравится. Видите, в каких объемах я их использую. Еще одну страшилку от Bath & Body Works вам покажу. И это уже будет рождественский скраб. Вот это другой уже запах. Winter Candy Apple. Все вообще, в принципе, эти рождественские ароматы очень классные. Они такие какие-то как с имбирем, как будто бы. Или с сахарной глазурью. В общем, такие перекликаются у них ароматы. Очень люблю это средство. Безумно мне оно понравилось. Почему-то продается только, мне кажется, на Рождество. Вот в районе новогодних праздников больше я не смогла найти ничего подобного у Bath & Body Works. Вот, наверное, здесь можно видеть, немножко остались вот эти цветные скрабинки. Они крупные. Они похожи немного на такой, наверное, сахарный скраб. Сама текстура вот этого скраба очень питательная, очень маслянистая. Такое прямо как действительно взбитые сливки, такие густые. Хорошо впитывается, увлажняет кожу. Скрабирующие частички тоже отлично отшелушивают. И вообще мне понравилось вот действие этого скраба. С удовольствием пользовалась. Молчу уже про аромат. Так что абсолютно точно повторила бы покупку. И тоже, конечно, вот уже все разрезала и достала по полной весь этот продукт. Так, давайте покажу два средства, которые закончились у меня для волос. И я пробовала вот эту новую линейку от L'Oreal. Профессиональная линейка L'Oreal серии Expert. Экспертная серия. Я попробовала маленький такой кондиционер в таком небольшом объеме. И вот такой вот шампунь. Шампунь у меня еще не закончен. Но, в принципе, я уже добью его, наверное, за 2-3 использования. Просто не хочу его хранить уже в большой этой банке. Так что показываю вам здесь. Мне понравилась эта серия. Она, я так понимаю, специально создана для длинных волос. Такая регенерирующая серия с аминокислотами. Даже какой-то филер тут есть. Честно говоря, не совсем разбираюсь, что это значит. Из плюсов кондиционер хорошо разглаживал волосы. Мне вообще, в принципе, вот это все линейки серии Expert. Очень нравятся у L'Oreal. Они все для меня действуют идеально хорошо. С шампунями иногда надо повозиться. Потому что, допустим, фиолетовая серия для блондинок мне, честно говоря, не подходит. Она мне очень грязнит кожу головы и начинается от нее перхоть. Вот эта, в принципе, была неплохая. Но я бы ее, наверное, поставила на второе место. Номер один для меня все-таки еще остается розовая версия Lumina Contrast, по-моему, она называется. Но из минусов, что мне не понравилось, что мне приходилось каждый второй день мыть голову. То есть, иногда я могу все-таки доходить три дня со своей головой и не пользоваться сухим шампунем. Здесь же достаточно быстро, мне показалось, у меня грязнилась голова. Причем так в один момент я понимала, что она очень жирная. И мне надо ее помыть. Эти средства я, наверное, повторю. Хочу побольше затестить эту линейку. Точно, уверена в хорошей работе кондиционера. Ну, шампунь, в принципе, если вы часто моете голову, вас это не смущает, то тогда, я думаю, тоже неплохой. Он не сушил мне кожу головы, не спутывал волосы, как это бывает, делают другие шампуни. В принципе, да, достойная вещь. Так, вот тут торчало у меня тоже еще одно средство. Это будет уже крем для ног. Такая вот немецкая марка Rossmann. Обычный питательный крем для ног. Мне кажется, что это даже какой-то как медицинский крем для людей, больных диабетом. Какие-то заявления по поводу этого сделаны. Но я не знаю, я как-то его в магазине схватила и решила уже использовать. Здесь маленький объем. Быстро он у меня ушел. Не скажу, что он как-то действовал гениально на моих ногах. Просто обычное, наверное, увлажнение. Мне больше всего все-таки нравятся в этой марке профессиональные большие линейки. Так что, ну, такое среднячок средства. Не сказала бы, что я его рекомендую. По-моему, оно, кстати, с фруктовыми кислотами, если я не ошибаюсь, должно было отшелушивать кожу. Но я, честно говоря, ничего такого не обнаружила. В общем, такое посредственное средство. Далее еще хочу быстро показать еще одно мое любимое средство. Бэффен Боди Воркс. Это будет крем для рук. Раз мы уже в рассказе про руки и ноги. Это такой вот больше даже не крем, а легкий гель с экстрактом манго. Тоже его разрезала, использовала. Минимальное увлажнение давал. Считаю, что хорошо его использовать летом. После того, как мыла руки, использовала практически каждый раз. Неплохой эффект. Быстро впитывался, покрывал руки как бы такой пленочкой. Делал их увлажненными, но не напитывал кожу. Так что, думаю, что больше подойдет именно вот этот вариант на лето. И еще быстро вам покажу. У меня тут тоже валяется. Это моя зубная паста. Крест 3D White Extreme Mint. Она называется. Вот такая вот большая. Очень мне нравится этот продукт. Поддерживает вообще белизну моих зубов. Я не скажу, что это какая-то профессиональная вещь. Но мне гораздо больше нравится, чем различные другие пасты. Я с удовольствием использую достаточно быстро. Давайте уже перейдем к лицу. Покажу вам вот такое вот средство от моего отечественного производителя. Это латвийский бренд Mosse. Мне кажется, это какое-то дочернее предприятие Madara Cosmetics. Если вы знаете, о чем я говорю. Достаточно популярный мне бренд. Я его даже видела как-то на Feel Unique в продаже. В общем, эта линейка, я бы сказала, среднебюджетных средств по уходу за кожей. Mosse позиционирует себя как такой натуральный эко-бренд. Они всегда берут какой-то компонент, какую-то ягоду, допустим, и вокруг нее, скажем так, делают свои средства. Заявляют, что это очень натуральные продукты. Мне, в принципе, понравилось это средство. Я его взяла попробовать вместе с ночным кремом. Это конкретно у меня Derma Plus успокаивающий, увлажняющий крем для чувствительной кожи. И здесь есть в составе брусника и рецеператрол. Очень полезные ингредиенты. Очень экологично, очень натурально. Крем был достаточно неплохой. Мне очень понравилась вот эта вот помпа. Безумно классная. И я бы сказала, что аромат приятный, но из минусов мне показалось, мало было увлажнения. То есть я бы хотела чуть больше увлажнения, наверное, на свою кожу. Как-то я привыкла к более таким питательным кремам. Возможно, конечно, этот продукт был бы идеален для лета. Я его использовала. В принципе, ничего особенного. Думаю, что больше бы подошло для какой-то более молодой кожи до 30 лет, допустим. Или даже подросткам, мне кажется, это хорошее средство и достаточно бюджетное. Так, уже не бюджетное средство. Это будет немецкая марка Коснабель. Мне кажется, я постоянно ее вообще транслирую в своих пустых банках. У меня здесь дабл пилинг плюс. Это такой пилинг был, миниатюрка. Закончился у меня, очень быстро ушел. Но я его из всей Коснабель линейки, насколько я ее люблю, не совсем могу советовать. Мне кажется, не был он каким-то универсальным. Цена достаточно высокая на этот продукт. Пилинг обычный. Там были такие пластмассовые частички скраба в нем. Плюс, мне кажется, есть в составе какие-то кислоты. Потому что он чувствовалось, что как будто бы отшелушивалась кожа неплохо. Но я скажу, что это средство не тянет на какую-то максимальную оценку. Так что обычный такой пилинг, скраб, ничего особенного, наверное, его покупать точно не буду. И покажу вот этот вот наоборот пилинг скраб маску от Sephora, который, в принципе, я рассматриваю к покупке. Так как цена данного продукта и его действия мне очень понравилась. Это вообще мне попалось в какой-то коробке, где были различные маски от Sephora, подарочная коробка. Я, в принципе, не возлагала особых надежд на этот скраб, но мне безумно понравилось его действие. Использовала, когда мылась в душе. Буквально наносила на минуты три на лицо. И потом как бы немного скрабировала лицо. Здесь есть мелкие частички. И смывала. В общем, в составе есть фруктовые кислоты. Классно себя кожа чувствовала после этой маски. Мне очень нравился эффект. Такая разглаженная, напитанная, мягкая очень кожа. Чувствовала, что очищался этот роговевший слой. Понравилась, как ни странно, эта вещь. Я бы даже ее рекомендовала больше, чем вот эта вот Коснобель. То есть, вот эта грейпфруктовая маска. Обязательно ее повторю, как только буду делать какой-то заказ в Sephora. Так, еще вот такая вот у меня была миниатюрка. Быстро сэмпл покажу, расскажу. Это Wishful. Линейка от Huda Beauty уходовая. И конкретно у меня здесь был энзимовый скраб. Неплохой, с ананасом. Здесь есть AHA и BHA кислоты. Тоже хорошо работал, но он гораздо дороже стоит, чем вот эта вот маска от Sephora. Но мне тоже понравилось, как он действовал. Хорошо, опять же, отшелушивал все. Здесь скрабирующие частички уже очень-очень мелкие. Они прямо такие, как песок. Вот если вы знаете на ощупь, как чувствуется прибалтийский песок или белые пески на Мальдивах, вот приблизительно такое ощущение скраба было. Очень-очень мелкий, очень такой прямо въедливый. Но, в принципе, мне понравился эффект. Хорошо работало это средство. Как скраб для душа я бы себе тоже такой прикупила. Просто он чуточку дороже, чем Sephora. А по действию мне показалось, они, можно сказать, были сравнимы. Вот эти два средства хочу показать вместе, наверное. Я их использовала зимой. Тоже вот наносила, в принципе, только как ночной уход на лицо. И что хочу сказать. Это у меня линейка Lixir Skin. Это, по-моему, какая-то английская марка. Но я ничего про нее не читала. Просто увидела ее как-то на Call of Duty и решила попробовать. В общем, здесь вот такой у меня как бы как серум или ночная сыворотка, ночная эмульсия с кислотами. И универсальный крем, эмульсия, которая должна работать в паре вот с этим серумом. И что я хочу сказать. Здесь было мало продукта, конкретно вот в этой вот кислоте, скажем так. Она была такая достаточно жесткая. Но у меня кожа привыкла к более агрессивным кислотам. Я их хорошо переношу. Ничего, у меня никаких проблем нет. Конечно, бывало, что с утра моя кожа выглядела немного покрасневшей. Я смешивала вот эту эмульсию с двумя-тремя каплями вот этого средства и наносила на ночь. Эмульсия, честно говоря, была вообще ни о чем. Мало увлажнения, тяжело впитывалось, неприятно имела, к сожалению, запах. Я с трудом ее добила. И повторять, наверное, не буду. Не знаю, может быть, попробую что-то от Санда и Райли. Но здесь такое очень базовое, среднее, скажем так, кислотное воздействие. И мне оно не совсем понравилось ни по запаху, ни по действию. Конечно, эффект немного был. Но мне кажется, есть менее агрессивные средства и более приятные. То есть вот от этих двух мне реально было дискомфортно иногда. Тянуло кожу и кожа была покрасневшая на утро. Так что приходилось ее немного успокаивать. За такие деньги, что она стоит, мне кажется, это, по-моему, 19 фунтов стоит эмульсия. То есть она такая небюджетная. Не советую и повторять тоже не буду, честно говоря. Хочу найти какие-то все-таки пилинги чуть более приятные для себя. Так, еще одна миниатюрочка у меня ушла тоже в этом месяце. Это будет вот такой вот серум от Коснобель. Это просто увлажняющий серум. Достаточно базовая вещь. Я ее быстро использовала. Мне, в принципе, это средство понравилось. Много гиалуроновой кислоты в составе. Так что наносила под свой увлажняющий крем. Но как самостоятельный продукт тоже не думаю, что это необходимость какая-то. В общем, обычный серум. В принципе, крема, увлажняющая Коснобель, очень даже неплохо действует и без этой севоротки. Так что это такой как бы как дополнительный шаг. Не совсем нужный, я считаю. И еще у меня вот такая миниатюрка закончилась от Result Time. Тоже мой любимый французский бренд. Здесь был еще один серум. Такой филер для глаз и губ с коллагенами. Я, в принципе, его использовала только под глаза на утро. Потому что у меня обратная проблема часто бывает с утра. Не опухшие глаза, а наоборот у меня очень провалены. Как будто бы они глубоко посажены. И вот эти вот впадины выпирают. Я наносила для того, чтобы выровнять хоть как-то свои глаза. Он работает, но эффект держится буквально часик-полтора. Потом, понятно, кожа опять выпрямляется, разглаживается. И пропадает эффект как бы более напитанности. Так что тоже вещь ни о чем, скажем так. Если вам нужен краткосрочный эффект, то да. Плотный, работающий, но абсолютно ненадолго. Так, решила убрать свою коробку из кадра. Уже все не лезет. Но я дальше продолжу, наверное, по своим миниатюркам. Вот эта вот маска еще одна такая попалась мне тоже в Калд Бьюти коробке с каким-то заказом. Бриоджио. Глубоко увлажняющая маска. Вообще продукт был, мне показалось, ни о чем. Мне абсолютно не поняла абсолютно я его действия. Во-первых, здесь очень мало этой маски. 11 миллилитров на мои волосы. Это как вообще слону припарка. Я не знаю, я ничего не поняла, никакого увлажнения не ощутила. Может быть, мне надо попробовать все-таки средство в большом объеме. Здесь, к сожалению, вообще абсолютно не подошло это средство. Не знаю почему, не прочувствовала его совершенно никак. Еще одно средство для волос. Такое вот у меня тоже завалялось. Это мне дали в парикмахерской. Такой небольшой вот сэмпл. Масло от Керастаз. Тоже какая-то, по-моему, их новинка. Мне кажется, черная версия. Я, честно говоря, уже не помню. Но вот это было очень даже хорошо. Я очень люблю масла вот эти от Керастаз. Они немножко, конечно, подороже стоят, чем такие же масла от Лореаль. Прекрасное действие. Я люблю этот продукт. И часто достаточно его покупаю. В принципе, я всегда его советую наносить на кончики. Еще одну нашла миниатюрку. Второй крем для рук ушел. Который тоже, в принципе, скажем так, по действию ни о чем. Это будет миниатюрка крема для рук от марки Amouage с ароматом Mif. Здесь, конечно же, я вам скажу на любителя, скажем так. Mif, аромат очень противоречивый. Действительно, вы должны хорошо разбираться в парфюмерии. Иначе, конечно же, не все поймут этот запах. Это запах воды в вазе с цветами, которая не менялась 2-3 дня. Это аромат утреннего болота. Это очень своеобразный такой запах, в котором сочетается и, мне кажется, и мята, и ладан. В общем, на любителя, в принципе, я его поначалу вообще не понимала. Теперь даже немножко разносила и как-то полюбила. Как большой любитель ароматов Amouage, я бы хотела, конечно, себе его в коллекцию, но в минимальном, наверное, каком-то размере. Сам крем вообще ни о чем. То есть, да, очень яркий аромат, убивающий всех вокруг, но увлажнение такое посредственное. Так что, если вы хотите именно попробовать крема у Amouage, я все-таки не советую этого делать. Не нашла в них ничего особенного. И еще тут у меня, оказывается, мой муж подбросил в мою коробку вот такую вот вещь. Это будет тоже пробничек аромата Amouage. Мужская версия. Аромат называется Reflection Man. Я его получила вместе с покупкой аромата Amouage и отдала ему, чтобы он попробовал. Он его быстро достаточно использовал. И я бы описала Reflection Man. Базовый аромат, не отображающий все великолепие марки. Мягкий, пудрово-цветочный, ориентально-фужерный для меня аромат. В нем есть апельсиновые ноты вместе с мускатным орехом. Также там в составе есть медовая корица. Конечно, по нотам я думала, что звучание будет более нишевое. Также в составе есть и ланг-иланг, и пачули, жасмин. Мне кажется, даже там розовый перец был, как Amouage любит добавлять свои мужские ароматы. Но я скажу, что он очень базовый. Немного даже как будто бы тянет на люкс. То есть ощущение того, что на вас не нишевый дорогой аромат, а что-то обычное люксовое. Возможно, это для новичков, кто хочет разобраться, наверное, с нишей, но боится какие-то переходить грани. Возможно, вам подойдет этот аромат. Но для меня он немного имел такое простое звучание, скажем так. Больше в люксовую сторону. Так, еще быстро покажу. Вот такой вот у меня здесь есть смех, скажем так. Это будут вот эти ресницы. У меня, в общем-то, закончились. Линейка с Дженнифер Лопес от Inglot. Очень смешно это выглядит. Но проблема была в том, что я хотела, в принципе, еще один раз их надеть на себя как-то. Но одна штучка уплыла у меня в раковину, пока я их мыла. И все. И вот это вот осталось. Я так это бросила к себе в пустые баночки, чтобы показать. Очень мне понравились эти ресницы с Дженнифер Лопес. Их было, в принципе, здесь две пары. Вот такие четвертинки. Они классно вообще выглядели. И на камере, и очень натурально живьем смотрелись. Я бы с удовольствием повторила, но, к сожалению, уже не могу их найти. И это хорошие ресницы. Но да, вот могла еще, наверное, разок воспользоваться. Долго они мне служили. Но, к сожалению, да. Уплыла ресница. Пара ресниц. Пара ресницы в далекое плавание. Еще быстро покажу вот этот праймер. Тоже от Tarte. Миниатюрку Double Duty Beauty Base Tape. Я его получила совершенно недавно. И очень быстро использовала. И скажу, что для меня этот праймер, в принципе, тоже был ни о чем. Я его точно покупать не буду. Мне кажется, это больше увлажняющий праймер для сухой кожи. Он очень легкий. Он быстро впитывается. Он не сглаживает поры. Он больше дает увлажнение. Мне не требуется это, в принципе, для того, чтобы нанести тональную основу. Потому что мои все крема достаточно жирные и увлажняющие. У него был приятный кокосовый аромат. Вот то, что мне понравилось. Очень легкий. Такой, как сером даже ощущался. Но действия праймера, которые мне хотелось бы, я от него не получила. Так что повторять его точно не буду. И последнее, давайте вам покажу уже, извините, что так долго. Это будут лаки для ногтей. Да, я древний дремучий человек, который красит обычными лаками ногти. Поэтому, простите, иногда я получаю комментарии, что они очень плохо выглядят. Я это понимаю. Я не профессионал. Я стараюсь, как могу. Вот. В общем, у меня закончились вот эти два лака. Это KIKO. Их линейка Fast Dry. Да, так они и называются. Очень мне нравятся вообще KIKO лаки. Я их уважаю. Я их покупаю. Вот этот бежевый оттенок 129. И вот этот розовый нюдовый с лавандовым шиммером номер 163. Очень мне нравятся эти лаки. Они у меня быстро идут. И цвета достаточно ходовые. Обязательно их советую, если хотите что-то по бюджету брать. Мне кажется, здесь отличная цена и качество. И держатся они на мне хорошо. Что немаловажно. Очень быстро сохнут. И последний еще лак покажу вам я от OPI. Это уже будет такая как бы база перед нанесением цветного лака. Укрепляющий лак для ногтей. Я его наношу как базу под все лаки. Тоже очень люблю марку OPI. В принципе, у меня две любимые. Это KIKO и вот эти. Это то, что я использую. Ушла вот такая вот у меня целая база. И я бы ее повторила. Но почему-то как-то мне сложно найти эти вообще OPI. Различные лаки. Не знаю, почему они редко продаются где. Но я уже себе купила немножко другую. Так что это бы еще раз купила. Если бы, конечно, где-то нашла с удовольствием. И вот такими вот получились мои пустые баночки. За, наверное, где-то пару месяцев. Я уже, честно говоря, не отслеживаю, когда, где, что я там собираю. Храню. Я очень надеюсь, что вы еще не уснули. И спасибо большое всем тем, кто досмотрел до конца. Если вас интересуют какие-то вопросы, обязательно, конечно, пишите мне в комментариях. Я постараюсь на них ответить. И буду рада, если подскажете мне, как лучше делать такого рода видео. Я с вами, конечно же, не прощаюсь. Я хочу вам пожелать только самого крепкого здоровья, хорошей уходовой косметики и отличного вам настроения. Ну, а мы с вами скоро увидимся. Всем пока!